8.00 столица Казахстана. Время новостей. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Сегодня состоится официальный визит Нурсултана Назарбаева в Турецкую Республику. Накануне президент прибыл в Анкару. Ожидается, что глава государства встретится с Реджепом Таипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональную повестку дня. Также запланирована встреча с бизнесменами Турции, которые возглавляют ведущие компании этой страны. Нурсултан Назарбаев также примет участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Тем временем количество предприятий с участием турецких инвесторов в Казахстане постоянно увеличивается. Лидер по количеству совместных проектов является Актюбинская область. В регионе активно работают более 20 казахстанско-турецких компаний. Налаживают сотрудничество и в других регионах страны. Например, в Шумкенте с участием бизнесменов Турции начала работать первая фабрика по выпуску обуви. А в ближайшее время будут запущены новые совместные проекты в Казалардинской и Жамбылской областях. Подробности в обзоре Анастасии Сулеймановой. Одними из самых крупных казахстанско-турецких предприятий Актюбинской области являются заводы по переработке хромовой руды и производству хромового концентрата. Здесь трудятся 800 человек. Для сотрудников созданы все необходимые условия. На социальный пакет ежегодно выделяются 600 миллионов тенге. Создаются комфортные условия для жизни сельчан. Два года назад предприятие газифицировали поселок Онгар в Хромтаусском районе. В это дело было вложено 240 миллионов тенге. А в модернизацию производственной мощности инвестировано свыше 3 миллиардов тенге. В 2018 году между Акиматом Актюбинской области и руководством двух компаний подписана дорожная карта на общую сумму 1,9 миллиардов тенге и сроком реализации до 2022 года. Эффектами всех мероприятий дорожной карты будет являться увеличение производительности труда на около 15%, снижение себестоимости на 7%, а также, что немаловажно, улучшение экологической обстановки. Налаживают сотрудничество с турецкими коллегами и бизнесменом Шенкента. На юге страны запустили первую крупнейшую фабрику по производству обуви. Сырье для пошива привозят из Турции. В день на предприятии производят 150 пар мужской обуви, а в год планируют выпускать 100 тысяч. Стоимость проекта 403 миллиона тенге. Специалисты намерены обеспечить обувью сначала внутренний рынок страны, а уже потом подумают над экспортом. В дальнейших планах у нас, конечно, это увеличить в десятки раз мощность оборудования, производительность. То есть это не 150, это уже 100 тысяч пар. И запустить уже женскую линию тоже, и детскую линию. А через два года в Приорале с участием турецких бизнесменов появится завод по выпуску высококонцентрированной томатной пасты. В проект инвестируют больше 8 миллиардов тенге. В год планируют выпускать 24 тысячи тонны готовой продукции. В этом году в рамках проекта турецкая компания высадила 4 сорта помидоров на 10 гектарах земли Джанокурганского района. Именно здесь и раскинется будущий завод. По словам специалистов, окончательное решение о его строительстве будет зависеть от урожайности посева и адаптированности этих видов томатов к изолардинскому климату. С вводом предприятия для сельхозпроизводителей ближайших районов откроются большие возможности. После введения завода в строй инвесторы готовы предоставить местным крестьянским хозяйствам семена и финансировать все расходы по уходу саженцев. А осенью будут покупать у них выращенный урожай. Казахстанско-турецкий проект намерены реализовать и в Жамбулской области. На следующий год в Таласском районе планируют построить завод по выпуску кальцинированной соды. В год будут выпускать 400 тысяч тонн. Высококачественные продукции местного производства намерены обеспечить отечественный рынок и в разы сократить импорт. Анастасия Сулейманова, Нурбек Байбасен, Елена Устимович и Алибек Байшуленов, Хабар 24. Турецкая лира продолжает падать, но, как отмечает рейтер, темпы снижения валюты по отношению к доллару замедлились. Инвесторы в ожидании заседания Центробанка страны, которое пройдет уже сегодня. По мнению экспертов, для стабилизации турецкой экономики сейчас требуется резкое повышение процентных ставок. Вместе с тем ожидается, что финансовый регулятор Турции не пойдет на такие меры. Отмечу, нацвалюта Турции с начала этого года подешевела более чем на 40%, а 10 августа лира достигла своего абсолютного исторического минимума. Падение курса валюты происходит на фоне ухудшения турецко-американских отношений. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном повышении защитных пошлин на поставки турецкой стали и алюминия. Такое положение дел сильно ударило по экономике Турции. В частности, по рынку полиграфических услуг. В стране бумажный кризис. Рост цен на импортируемую бумагу, краску и клей привел к тому, что некоторые журналы временно приостановили свой выпуск, а газеты или подняли цены, или же сократили количество полос. Эта индустрия полностью зависит от импортируемой бумаги. Мы еле держимся на плаву в связи с падением лиры. Причем поставщики не с большим энтузиазмом продают бумагу, поскольку сами не знают, какая цена будет через пару часов. Если падение лиры не будет остановлено, многие турецкие печатные издания могут прекратить свое существование. Что ж, Анна, на фоне нестабильной ситуации вокруг турецкой лиры, в стране ищут новые способы оздоровления экономики. Наш экономический обозреватель Зарина Бесембина узнала интересные факты новой финансовой политики Турции и готова рассказать о них прямо сейчас. Зарина, эфир твой? Спасибо, Арестан. Впереди много интересного. Обо всем по порядку через пару секунд. Турецкая фондовая биржа создает базу данных, построенную на блокчейн. Новая платформа будет управлять документы оборотом, базой клиентов и самостоятельно редактировать информацию внутри системы. Отмечу, в последние месяцы Турция проявляет большой интерес к технологии блокчейн. Ранее в стране даже был запущен центр университетского уровня, который занимается изучением и внедрением этой технологии. Эксперты связывают такой повышенный интерес с обвалом национальной турецкой валюты. Поэтому, пытаясь сохранить свои фиантные сбережения, люди устремились на местные криптовалютные биржи, которые уже сообщают об увеличении объемов торговли на 150%. А в Казахстане Министерство финансов намерено использовать технологию блокчейн в борьбе с серыми схемами. Сейчас в стране в рамках проекта «Цифровой Казахстан» внедряется единый лицевой счет. Суть проекта заключается в формировании и централизованной базы данных, позволяющей мгновенно отслеживать цепочки финансовых транзакций налогоплательщиков, а также производить ими гарантированный возврат НДС. Зарина, а скажи все-таки, какой экономический эффект ожидают от внедрения блокчейн у нас в Казахстане? Арстан, конкретных сумм от внедрения блокчейн у меня пока нет. Однако, по официальным данным, за прошлый год на услугах по компьютерному программированию, а также на консультационных и прочих аналогичных услугах в этом секторе экономики в Казахстане удалось заработать 160 миллиардов тенге. В 2018 году также есть некоторые цифры, и их на заседании правительства озвучил Оскар Жумагалиев. В этом году для развития цифровой экономики реализуется целый ряд проектов, способных дать экономический эффект. Это безналичные платежи, Астана-1, маркировка товаров, контрольно-кассовые машины, рост налоговых поступлений через проекты в виртуальных хранилищ, проекты цифровой инфраструктуры, продвинутый интернет, центры обработки данных и многое другое. Только в первой половине этого года объем электронной торговли составил 101 миллиард тенге. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем временем акции на азиатских рынках упали до 14-месячного минимума на фоне опасений торгового противостояния США и Китая, сообщает Reuters. Мировой фондовый индекс потерял 0,3%, упав на уровень ниже июля прошлого года. На биржах Китая, Японии, Австралии и Южной Кореи потери составили от 0,5% до 0,1% от стоимости акций. И подытожив выпуск информации с казахстанской фондовой биржи. Там тенге немного укрепил свои позиции. По итогам последних торгов среднеизвешенный курс доллара составил 377 тенге, 74 тена. И это были все новости к этому часу. Арестан, вам слово. Спасибо, Зарина, с экономической ситуацией в мире. Нас ознакомила моя коллега Зарина Бесембина. Мы продолжаем. Объем инвестиций, вложенных Россией в экономику Казахстана, составил около 12 миллиардов долларов США. Реализуются 50 крупных совместных проектов. Об этом, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества шла речь. В ходе встречи председателя правления «Казахинвест» Сапарбека Туякбаева и чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Казахстане Алексея Бородавкина. Стороны обсудили реализацию договоренностей, принятых в ходе пятого Каспийского саммита в Актау. Перспективными направлениями сотрудничества названы портовое хозяйство, рыболовство и судоходство. Российские компании проявляют большой интерес и к реализуемой в Казахстане программе приватизации. Речь идет не только о энергетике, где мы традиционно очень хорошо сотрудничаем, но и о промышленном производстве, машиностроении, высоких технологиях и так далее, что способствует диверсификации экономик наших стран. Между тем, базовая инфляция в Украине в годовом выражении составила почти 9% подсчет и обнародовал Госстат страны. Эксперты же прогнозируют еще больше повышения, до 12% инфляции к концу года. Наблюдается рост цен на продукты и коммунальные услуги. По сравнению с декабрем 2017 года цены выросли аж на 3,6%. Что является причиной таких изменений в репортаже нашего корреспондента из Украины? Повышение уровня инфляции в стране напрямую связано с обесцениванием национальной валюты, дефицитом товаров и ростом тарифов. С начала осени Украина не может удерживать уровень гривны к доллару и цены на топливо. По данным статагентства уровень базовой инфляции достиг почти 9%. Прогнозы экспертов неутешительны. В отопительный сезон расходы на горячую и холодную воду могут увеличиться до 20%, а тариф на газ может удвоиться. Международный валютный фонд у нас требует уже который год сделать то, что вы обещали. А мы каждый раз не делаем того, что мы обещаем. Единственный способ на них влиять – говорить, что мы вам не дадим денег. У Международного валютного фонда к официальному Киеву целый ряд требований. Помимо реформы в судебной системе здравоохранения и образований, Украине нужно срегулировать оплату газа в соответствии с рыночным спросом. А эта политика приведет к увеличению цен в два раза в период отопительного сезона. Естественно, это очень сильно скажется и на инфляции, и на реакции населения, и на уровни оплаты возможно. А также, что немаловажно, на субсидиях, которые поступают в значительной части населения, а тут наши зрители должны понимать, что до половины украинских семей зимой, то есть в отопительный сезон, получают от государства субсидию, потому что их официальных доходов не хватает на оплату отопления, горячей воды и других коммунальных услуг. Экономику Украины может спасти кредит от Европейского Союза и Международного валютного фонда. По словам экспертов, если необходимые средства до конца года не пополнит казначейский фонд, официальный Киев может объявить дефолт. А вот как уследить за ситуацией в мире, знают авторы обзора международной прессы. Программа «Между строк» продолжит утренний эфир. А для тех, кто отправляется в путешествие за рубеж, прогноз погоды в аэропортах мира. Продолжение следует... Последние несколько лет через город Агадес в африканском Нигере проходит основной поток мигрантов к Средиземноморью и обратно. Выходцы из Ливии и западноафриканских стран бегут сюда в надежде на спасение. На месте событий побывала корреспондент Евроньюз Валерий Гориа. Цитата. Большинство из этих людей уже пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу. Но им это не удалось. Выносить то, что происходит в Ливии, они тоже не в состоянии. И все же многие из них утверждают, что хотели бы вернуться на родину. Передает корреспондент Евроньюз. Два года назад власти Нигера ввели закон о борьбе с нелегальными перевозками, который привел в упадок местную экономику. Тем не менее, по официальным данным, число переходов из Агадеса в Ливию снизилось. В 2015 году в «Опасное приключение» по Сахаре отправлялись 7 тысяч человек в неделю. В этом году их количество сократилось до тысячи. Но со временем путь становится все рискованнее, а новички в этом бизнесе все безжалостнее к судьбам беженцев, которые им доверились. Мухаммед Чиба перевозит мигрантов уже многие годы. После вступления в силу закона ему предлагали бросить это занятие, однако иной работы Чиба найти не смог. Для него транспортировка мигрантов на границу – единственный источник заработка. Доходы за два года упали в 10 раз. Журналистка Евроньюз посетила местное гетто, где живут мигранты, которые ждут водителей, желающих отвезти их в пункт назначения. Один из обитателей лагеря назвал лучший, по его мнению, способ остановить иммиграцию. Европейские страны должны просто перестать раздавать деньги главам африканских государств. Им нужно приехать сюда и создать новые рабочие места, чтобы молодежь отсюда не уезжала, передает Евроньюз. Основатель интернет-компании Alibaba Group Джек Ма оставит пост главы холдинга через год. Его преемником, передает BBC, станет исполнительный директор Alibaba Group Дэниел Джан. Объявляя о своем решении, 54-летний бизнесмен обратился к акционерам компании. «Одну вещь я могу твердо обещать. Хотя Alibaba Group никогда не принадлежала только Джеку Ма, Джек Ма всегда будет всецело принадлежать Alibaba Group», — говорится в статье. «Год — достаточно длительный срок для того, чтобы сложить полномочия. Это время, по словам Ма, потребуется для того, чтобы плавно перевести компанию под новое начало. Основатель интернет-гиганта хочет быть уверен, что смену руководства пройдет четко и без лишних потрясений для компаний и акционеров. История Alibaba Group началась в 1999 году. Бывший преподаватель английского языка Джек Ма во время визита в США открыл для себя интернет и обнаружил, что там крайне сложно найти информацию о современном Китае. С тех пор он решил заняться бизнесом в интернете. Alibaba вскоре стала одной из самых быстро растущих компаний на китайском рынке, а затем и в мире. В этом году ее капитализация достигла 500 миллиардов долларов, передает BBC. Помимо интернет-торговли, Alibaba разработала электронную платежную систему, облачный сервис расчетов, занимается доставкой еды, снимает фильмы, инвестирует в разработку беспилотных автомобилей и систем распознавания голоса. После ухода из компании Джек Ма займется благотворительностью, а также планирует вернуться к своему любимому делу – преподаванию. 10 сентября ему исполнилось 54 года. Смертельные селфи. Немецкое издание «Тагестсайтунг» рассказывает, на какие риски идут люди по всему миру ради того, чтобы сделать головокружительное фото. С наивысшей точки водопада Невада упал и разбился насмерть 18-летний израильтянин. Россиянин упал с высотки, к стене которой он прикрепил себя при помощи троса. Молодой мексиканец случайно застрелился из найденного пистолета, изображая из себя крутого парня перед фронтальной камерой. Испанец забрался с приятелем на крышу поезда и сорвался. «Все эти люди за секунду до гибели пытались сделать селфи», – пишет журналистка Сара Колер. Социальные сети, в особенности Инстаграм, подстегивают пользователей собирать максимальное количество лайков. Фото, сделанные в экстремальных ситуациях, добавляют интереса к их авторам, поэтому опасные тенденции становятся особенно популярными. Автор дает несколько советов о том, как сделать процесс получения селфи максимально безопасным. Цитата. «Нужно понимать, что можно делать, а чего не стоит. Вряд ли стоит изображать из себя Джеймса Бонда и гулять по крышам поездов. Лучше держаться подальше от оружия. Линии электропередач нужны для обеспечения людей электроэнергии. Подъемные краны для перемещения грузов, а не для того, чтобы взбираться по ним», – пишет Колер. И советуют также убедиться, что позади вас во время съемки нет опасных обрывов или балкона без ограждений. Автор рекомендует подыскать для селфи более подходящее место. Например, последний этаж небоскреба и сделать кадр из помещения. Также Колер критикует популярные сегодня локации для фото. Железнодорожные пути или проезжая часть – не лучшее место для съемки, даже если сегодня это в тренде. Резюмирует журналистка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доброе утро для тех, кто присоединился к нашим экранам. В эфире выпуск новостей. Мы продолжаем с событиями мира. На севере Ирака, близ города Тикрит, произошел взрыв. Воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Пять человек погибли, еще более 30 получили ранения. Все они доставлены в больницы. Инцидент произошел возле ресторана. Кто стоит за нападением, пока неизвестно. Начато расследование. До девяти человек возросло количество погибших в результате наезда внедорожника на толпу людей в китайском городе Хэньян. Еще 46 человек пострадали. Инцидент произошел накануне. Вечером, когда люди собрались на площади, как это принято в китайских городах, чтобы погулять и потанцевать. Авто по неизвестной причине заехало на тротуар, где стояли люди. Водитель был задержан. Его мотивы пока неизвестны. Сообщалось, что мужчина неоднократно был судим. Также местные СМИ писали, что задержанный неизлечимо болен раком и обозлен на общество. Что, возможно, и могло стать причиной такого поступка. Но пока эти сведения официально не подтвердились. В продолжении таких ситуаций в Уральске вынесли приговор Рустаму Давлешину. В мае этого года расстрелявшего из обреза родителей бывшей жены прокуратура выдвинула обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Умышленное убийство и незаконное приобретение оружия. Как выяснилось, охотничий обрез обвиняемый приобрел в декабре прошлого года. В мае он приехал в дом тестя, чтобы расправиться с родственниками. Это произошло сразу после получения документа о разводе. Мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы. И приговор вынесен с участием суда присяжных. В пользу дочери убитых с обвиняемого взыскано около 6 миллионов тенге за моральный ущерб. Он же умышлен, он же вооружился. Он сам говорил, что с февраля месяца он готовился к убийству. А тут он все врет, что на него навалилось, да он несчастный. Да он жил вот так вот, за мамой. Он ни в чем нужды не знал. Все он врет, что здесь говорил. Вообще ни одного слова правды нет. Вообще, конечно, жалко, что ему пожизненно не дали. Я считаю, что присяжные, взвесив все доводы, все доказательства, которые представила сторона обвинения, и потерпевшая сторона, приняли справедливый и законный вердикт. Поскольку все доводы высказаны довлеченным в свою пользу, присяжными, как я полагаю, были обоснованно отклонены. А в специальной рубрике «Хроника происшествий» вы узнаете, где развлечили кибервора, в какой из областей Казахстана чиновник руководил ОПГ и задержание с поличным угонщика «Жигулей». В Алматинской области пресекли деятельность организованной преступной группировки, которую возглавлял заместитель руководителя областной инспекции транспортного контроля. В нее входили четверо его подчиненных и еще четыре специалиста транспортной инспекции из Алматы. Всего в преступной схеме были задействованы 9 человек. Их подозревают в системном получении взяток от частных транспортных компаний, которые нарушали правила перевозки крупногабаритных грузов на автомагистралях региона. Ежемесячный доход задержанных, по версии следствия, составил 6 миллионов тенге. В Алматы задержали 35-летнего кибервора, который использовал поддельные карты и снимал деньги из чужих счетов. При задержании он признался, что персональные данные своих жертв он получал из открытых источников. Снимал небольшие суммы, по 10 тысяч тенге с каждого счета, чтобы не привлекать к себе внимания. При задержании мужчина признался, что купил устройство по производству пластиковых изделий в Китае. Полицейские изъяли у него 114 поддельных пластиковых карт. Сейчас ведется следствие. В Сарагашском районе Туркестанской области задержан мужчина, который пытался угнать автомобиль ВАЗ. Как оказалось, он был неоднократно судим. Полицейские изъяли у него приспособление для вскрытия машин. Следствие также установило, что он причастен к еще одному угону авто, которое было совершено в августе этого года. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 2,5 миллионов тенге. Сейчас проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. В Атерау задержана руководитель отдела принудительного взимания Управления госдоходов. Ее подозревают в вымогательстве денег с предпринимателей. Она брала взятки за то, чтобы скрыть их налоговые нарушения. В день задержания она получила 60 тысяч тенге за покровительство бизнеса. И буквально через 10 минут вынудила другого предпринимателя дать деньги за невыставление уведомления о наличии налоговой задолженности. Подозреваемая полностью признала факты получения взяток. В Акимате Теректинского района Западно-Казахстанской области в служебном кабинете задержали руководителя отдела ЖКХ. Это произошло в тот момент, когда он получал от подрядной организации 100 тысяч тенге. МСДА предназначалась ему за подписание актов, выполненных работ по договору о государственных закупках. Установлено, что подрядчик выиграл тендер по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог внутри поселка. На самом деле все эти работы не были выполнены. Однако акт был подписан и подрядчик получил все деньги сполна. Более 7 миллионов тенге. Два новых штампа вируса гриппа этой осенью и зимой могут распространяться в Казахстане. Об этом нашему телеканалу сообщили в Комитете охраны общественного здоровья. Отмечается, что эти же вирусы ожидаются и в соседней России. Для борьбы с новыми формами заболевания в Казахстане закуплены голландская вакцина и порядка полутора миллиона доз российского гриппола на сумму свыше миллиарда тенге. Оба лекарства содержат антигены, циркулировавшего в прошлом году вируса Мичигана и двух новых штаммов – Колорадо и Сингапур. По словам главного санитарного врача страны Жан-Дарбека Бекшина, последний вирус представляет особую опасность, поскольку очень часто сопровождается различными осложнениями. Он также отметил, что всеобщая вакцинация начнется с 1 октября. Бесплатную прививку могут получить дети, медработники, сотрудники социальных учреждений. Для остальных же прививание будет проводиться на платной основе. Мы сегодня будем прививать наиболее уязвимые слои населения. А наиболее уязвимые слои населения – это, в первую очередь, дети с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистых систем. Вот мы их будем прививать в обязательном порядке бесплатно. Несколько тысяч доз завезено голландской вакциной Influvac. Стоимость по российской вакцине будет реализовываться уже в прививочных пунктах по 1600 тенге, а голландская вакцина Influvac в среднем где-то в пределах 2800 тенге. Хочу сказать, что обе эти вакцины одинаково эффективны. Добавлю, что в эту пятницу в столичной поликлинике номер 9 состоится пресс-конференция, где глава Комитета охраны общественного здоровья уже более подробно расскажет о том, как защититься в этом сезоне от гриппа и какие меры будут особенно эффективны. Между тем, к ликвидации несанкционированных свалок приступили в Восточном Казахстане. По подсчетам местных экологов, на стихийных полигонах региона скопилось больше 9 миллионов тонн твердых бытовых отходов. И на каждого восточной казахстанца сегодня приходится по 6,5 тонн мусора. Как бороться с мусорным захватом, выяснял Вячеслав Ветлугин. Почти два месяца экологи Усть-Каменогорска собирали заявления от горожан, к чьим домам подступают стихийные свалки. Мусорный захват инициативные усть-каменогорцы решили побороть сообща. Несколько сотен письменных обращений от населения с приложением фото и местонахождение свалок направили в прокуратуру. После того, как жители города оформили обращение, обратились в наш экологический патруль, мы все эти свалки собрали в единый список. Полиция вместе с ЖКХ, Тортип провели рейд по местам несанкционированных свалок и уже сейчас, по их данным, начата уборка. На минувшей неделе в областном центре расчистили 22 несанкционированные свалки. На очереди еще 70. За неделю из города вывезли несколько тонн мусора. Вывезло уже 1300 кубов мусора. В основном мусор выходит из частных секторов, потому что многие долго не заключают на вывоз мусора. Поэтому накапливается мусор. Это подтверждают и природоохранные полицейские. По их мнению, расчищать из Каменогорска можно сколько угодно, но стихийных свалок меньше не станет. Пока треть городского населения, а это 96 тысяч жителей областного центра и пригородных дачных массивов, не пользуются услугами организаций, вывозящих мусор. От заключения договоров на централизованный вывоз ТБО они зачастую уклоняются осознанно. Разъяснительную работу с ними ведут участковые инспекторы и представители комитетов местного самоуправления. Однако принуждать население к договорным обязательствам полицейские и общественники не могут. С начала года, получается, сотрудникам местной полицейской службы составили 754 протокола административных по статье 505. То есть нарушение благоустройства города. Стихийная свалка в основном получается у нас производится из-за самих жителей. До 2005 года в едином плане благоустройства территории Усть-Каменогорска было прописано требование об обязательном заключении соглашений на вывоз твердых бытовых отходов. Выполнять его были обязаны и физические, и юридические лица. Сейчас такого положения нет. Вернуть его предлагают местные общественники. Проблема вывоза мусора с частного сектора уже несколько лет остается открытой и все больше затратной для бюджета Усть-Каменогорска. Если в 2016 году ликвидация вот таких стихийных свалок обходилась городской казне в 6 миллионов тенге, то сегодня цена вопроса это уже 9,5 миллионов. Вячеслав Светлугин, Дмитрий Пыхтин и Роман Родионов. Усть-Каменогорск, Хабар-24. А в Караганинской области создают комплексный план по улучшению экологии. Сейчас регион считается самым грязным в республике. В Центральном Казахстане скопилось свыше 7 миллиардов тонн твердых промышленных отходов. Ежегодно в воздух предприятия выбрасывают больше 800 тысяч тонн загрязняющих веществ, говорят специалисты. Поэтому основные пункты плана оздоровления окружающей среды касаются модернизации на крупнейших производствах. Так, на природоохранные мероприятия в этом году предприятия области потратят 20 миллиардов тенге, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Согласно отчетам контролирующих органов, количество выбросов в первом полугодии снизилось незначительно всего на 3 тонны. Мы реально хотим улучшить экологическую ситуацию города Тимиртау. По нему будут отдельные мероприятия. Также мы хотим улучшить экологическую ситуацию города Балхаш, города Жасказган, города Караганды. Поэтому по каждым этим крупным городам будет отдельное мероприятие. Есть люди, которые не верят прогнозам даже Республиканского метеорологического института, пока не прочитают об этом в своей газете. Один из них мой коллега Ярнур Дошанов. Ярнур, что сегодня нового у вас в прессе? Доброе утро, Арестан. Ты совершенно прав. В газетах, как ни удивительно, только самая актуальная и самая правдивая информация. Ну а самой интересной подборкой новостей я познакомлю с зрителями буквально через пару секунд. Доброе утро, Арестан. В разы улучшить процесс диагностики и, конечно же, снизить смертность от травматизма. Аппарат будет доступен бесплатно для всех пациентов, которые экстренно доставляются в медицинское учреждение. Тем же, кто захочет просто проверить свое здоровье на оборудовании, придется раскошелиться. Стоимость одного обследования обойдется в 17 500 тенге. Инвестору арендовали площадку. Оборудование и обучение профинансировано частникам. Все пациенты, которых госпитализируют в больницу, смогут пройти исследование бесплатно. Больница же самостоятельно по существующим тарифам рассчитается с инвестором. Ну а теперь от новостей медицины к новостям образования. Кадровый дефицит в школах Мангистауской области, пишет «Казахстанская правда». В регионе катастрофически не хватает учителей в классах с русским языком обучения. Как выяснилось, дефицит педагогов наблюдается в регионе уже не первый год. По официальной информации, в учебных заведениях сегодня не хватает более 250 педагогов. Директора остро нуждаются в учителях математики, географии, истории, русского языка, а также начальных классов. Из-за сложившейся ситуации действующим педагогам приходится работать с колоссальной нагрузкой, то есть вести уроки по 42 часа в неделю, при том, что ставка составляет всего лишь 18 часов. О сложившейся этой ситуации печально нам расскажет далее представители учебных заведений. Сейчас у нас в основном работают пенсионеры. Мы проводим профориентационную работу с местными учебными заведениями, чтобы подготовить кадры. В частности, сотрудничаем с педагогическим колледжем, где открыта одна группа, в которой обучаются будущие учителя по программе обновленного содержания трехязычия. Но эти студенты придут в школу через три года. Ну а в Таразе крупнейшую одноименную гостиницу переоборудуют в студенческое общежитие. Как пишет Жамбл Ньюс, эта новость удивила буквально всех горожан. Гостиница считается одной из старейших построек города. Первых посетителей здесь приняли аж в 1961 году. Теперь же здесь заселятся студенты Таразского инновационно-гуманитарного университета. Как отмечает руководство ВУЗа, изначально планировалось строительство нового общежития. Но в связи с реализацией пяти социальных инициатив президента в учебном заведении решили эту работу ускорить. Одним из самых выгодных вариантов оказалась покупка этой гостиницы. Что говорит об этом руководство, вы можете услышать далее. Гостиница идеально подходит под общежитие. На каждом этаже по 40 комнат. Планируется в каждую из них заселить по два человека. В общей сложности жильем будут обеспечены 400 студентов. На первом планируется разместить библиотеку, гимнастический зал и интернет-клуб. Да, Растан, это только первая порция новостей. Очередную подборку наши телезрители смогут увидеть в следующем выпуске наших утренних новостей. Теперь передаю слово эфир вам. Я смотрю, Ярнур, новости у тебя практически печальные. Немного позитива надо с утра. Еще раз доброе утро. Спасибо. Это был Ярнур Доршанов с обзором региональной прессы. На Тенгизском месторождении приступили к строительству третьего завода. Это самый крупный инвестиционный проект, которому дан зеленый свет за последние годы в Казахстане. Его стоимость свыше трех триллионов тенге. После завершения работ добыча нефти на Тенгизе возрастет на 12 миллионов тонн, достигнув объема в 39 миллионов тонн в год. Но уже сегодня проект вносит весомый вклад в экономику страны. На работу на Тенгизе получили почти 100 тысяч казахстанцев. Виктор Сутягин рассказывает. У оператора Сета Суханова задача ответственная. Он контролирует процесс отделения газа от нефти, поступающий из скважин, на один из двух уже действующих на Тенгизе заводов. Главное внимательно следить за датчиками. Мы не должны допускать ни малейшего сбоя. На Тенгиз по вактам Асет приезжает из Уральска. Рядом с ним работают ребята со всех регионов Казахстана. А всего на месторождении, где приступили к расширению производства, сегодня одновременно занято до 50 тысяч человек. С учетом перевахтовок почти 100 тысяч. Население целого города. О масштабах стройки можно судить даже по этому крану. Его грузоподъемность 3,5 тысячи тонн. Это один из самых крупных кранов в мире. Контур нового завода на строительных площадках еще только вырисовываются. Но уже можно говорить об его уникальности. Состоять он будет из отдельных модулей, общим весом в 53 тысячи тонн. Для их доставки на завод на Каспии пришлось построить морской причал, небольшой порт. При его сооружении был прорыт канал длиной в 71 километр и глубиной почти в 5 метров. С Черного и Балтийского моря модуль поступает по внутренним водам России на Каспии. Грузоподъемность бандж максимально до 2 тысячи тонн. Модули поставляются на порт. Оттуда они доставляются на Тингиз. После завершения проекта порт перейдет к Казахстану и станет еще одним транзитным хабом на Каспийском море. Через него удобно будет отправлять и зерно, и металлы. Переваливать грузы, идущие из Китая и азиатских стран в Европу. Конечно, работать в порт будет и на Тингиз. Через 4 года здесь ожидает роста добычи нефти на 12 миллионов тонн до 39 миллионов в год. Виктор Сутягин, Аман Тайматенов и Жандос Рахметуллин. Атараусская область. Хабар-24. В Восточном Казахстане пришла в негодность автотрасса областного значения Аягус-Хараул-Кайнар. Капитальный ремонт дорога не проходила уже четверть века. Средств у коммунального предприятия хватает лишь на текущий ремонт, говорят специалисты. При этом грузопоток по этой трассе растет с каждым днем. Руслан Шакабаев подробнее. Вот так сейчас выглядит трасса областного значения Аягус-Хараул-Хайнар. От асфальта не осталось и следа. Проехать по такой трассе решается не каждый водитель. Поэтому многие просто объезжают проблемный участок. Назвать эту трассу дорогой язык не поворачивается. Наши машины постоянно ломаются, ходовка не выдерживает. Приезжающие в наше село гости постоянно жалуются на бездорожье. Дорогу нужно срочно отремонтировать. Протяженность трассы 218 километров. 150 из них находятся в плачевном состоянии. Семь лет назад небольшой участок дороги пытались отремонтировать. Даже выделили средства на проектно-смертную документацию. Но ремонт так и не начался. Из-за безвыходной ситуации в этом году все-таки восстановили один километр трассы. В нашем регионе зимой выпадает много снега. На его уборку порой не хватает средств. Но нам пришлось в этом году один километр трассы отремонтировать за счет тех средств, которые были выделены на уборку снега и текущий ремонт. Вот теперь не знаем, хватит ли нам средств на обслуживание трассы этой зимой. Разрушает трассу и грузовые автомобили. Особенно грузопоток увеличивается в отопительный сезон. В это время по этой дороге начинают курсировать грузовые автомобили с углем. Грузоподъемность никто не проверяет. Руслан Шакобаев, Анатолий Тернов, Берег Жабалайулы, Абайский район, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Абайский район, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Абайский район, Восточно-Казахстанская область. Абайский район, Восточно-Казахстанская область, Хабар-23. Абайский район, Восточно-Казахстанская область. 오다. Субтитры подогнал «Симон» 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 Особенность казахского народа в том, что мы, если не можем донести словами, мы делаем это через музыку. Вот и я беру дамбру в руки и начинаю играть в поисках утешения или просто умиротворения. Я прислушиваюсь к ней. Потом то, что я играю, начинает превращаться в кюй. В городском парке имени Кемали Ататюрка прошел фестиваль Family Day. Гостям праздника приготовили яркую программу, которая пришлась по вкусу ее юным гостям. Тут и любимые герои комиксов и кинофильмов, и фестиваль уличной еды, и мастер-классы, и зоны японских игр. Музыкальные номера представили юные артисты. Здесь же прошло множество конкурсов, победители которых получили призы от организаторов. Семейный праздник. Это тепло, это уют, это доброта, это дети. Это наше будущее. Идея такая. В Алматы проходит выставка под названием «До свидания, лето, здравствуй, осень». Событие проводится уже в девятый раз и стало доброй традицией для алматинских художников и ценителей живописи. Экспозиция, которой участники готовятся все лето, открывается каждый год в начале сентября. Выставка уникальна тем, что наравне со взрослыми могут участвовать и дети. У них общая тема, и каждый выражает свои эмоции на эту тему и то, как он видит прощание с летом и, соответственно, встречу с осенью. Работы выполнены в разных техниках и в разных направлениях. Есть работы в технике и сикатагами, это резьба по бумаге, акварель, живопись, масло, флористика. Это удивительный автор, который сушит цветы и различные растения и при этом составляет уникальные живописные композиции, которые зрители воспринимают даже больше как работы, выполненные маслом. Только когда, подойдя поближе, они начинают их рассматривать, они понимают, что, оказывается, это лепестки роз. Особое внимание посетителей привлекают флористические композиции, пейзажи и натюрморты, выполненные из сушеных листьев и цветов. Посетить уникальную выставку алматинцы и гости города смогут до конца сентября. В завершении выпуска представляем вам анонсы на ближайшие дни. 14 и 15 сентября в Астане пройдет выступление национального балета Грузии «Сухишвили». Мультимедийное шоу «The Spirit of Dance» состоится 14 сентября в Центральном концертном зале «Казахстан». 16 сентября в Большом зале Театра «Астана-Опера» можно посетить концерт «Звезды исполнительского искусства». 15 сентября в Большом зале Театра «Сухишвили» В Большом зале Театра «Сухишвили». В Большом зале Театра «Астана-Опера» можно посетить концерт «Звезды исполнительского искусства». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Археологи предполагают, что соковище принадлежало зажиточному римлянину Точную стоимость монет эксперты оценивать пока не берутся, хотя признают, что она составляет миллионы евро Строительные работы на месте обнаружения клада пока приостановлены Теперь раскопками займутся специалисты Археологи уверены, находка амфоры – это только начало Что ж, к этой минуте все Спасибо, что были с нами Не пропустите выпуск новостей на казахском языке Мы еще увидимся Продолжение следует...